Привет, буквально секунду твоего внимания. В телеграме сейчас среди подписчиков провожу розыгрыш 10 подписок на бусте. Если есть желание, переходи в закрепленный комментарий или в описании и участвуй, там все просто. Какой-то странный звук спустился прямо с неба, он был похож на протяжные вой сирены со смесью шумов, возникающих при землетрясении. Мы с Максимом посмотрели наверх и сделали общий вывод, что это, скорее всего, был гром. Хоть бы не палил дождь, впервые за очень долгое время мы вдвоем смогли выбраться на природу. Не хотелось бы, чтобы плохая погода испортила шанс отдохнуть. Мы оба много работаем, строим карьеры. То, что плотные графики наконец позволили нам уехать на пару дней подальше от города, не назвать иначе, кроме как чудом. Хотя, конечно, была еще одна причина, по которой мы это сделали. Меньше недели назад Макса бросила девушка, к которой он вот-вот хотел сделать предложение. Это событие выпотрошило его и требовало перезагрузки. Небольшой лагерь у реки, лучшее для этого место. Я, как лучший друг детства, был обязан найти время, чтобы поехать с ним, оставить его в такой тяжелый момент жизни в преступление. Понимая, что погода может резко ухудшиться, мы бросили попытки развести костер и переключились на постановку палаток. Надо успеть до дождя, если он будет. Но ни одна капля так и не упала на землю. Тучи плыли мимо, держа всю влагу при себе. Мы выдохнули с облегчением и вернулись к назначенному плану по готовке свиного шашлыка. Макс возился с костром, я же мариновал мясо. Лес вокруг нас казался необычайно тихим. Шелест листвы слышался высоко наверху, журчание реки под боком успокаивало. Гром больше не звучал. Чтобы как-то развлечь себя разговорами, мы стали гадать, повезет ли нам с погодой. Может это был не гром? Предположил я. Да гром это был, что еще? Упорствовал Макс, тратя спички. Ну какой гром, ты видишь ливень? Может самолет летел? Да, так низко, хорошо, что ты не пилот. Съязвил друг, но сразу стал мягче, когда попытки добыть пламя увенчались успехом. Тащи сюда мясо. Я нанизывал последние куски на шампур. Уже через 10 минут в воздухе появился приятный аромат, заставляющий слюнные железы работать активнее. Пока я следил за процессом готовки, Макс решил слегка пройтись. Он еще никогда не был так замкнут. Дам ему возможность побыть одному. Он пошел вдоль реки, чтобы ненароком не заблудиться, и вскоре я потерял его из виду. Взрослый мужик уже, не заблудится. На мясе появилась аппетитная светлая корочка, которая постепенно темнела. Чтобы шашлык был сочнее, обильно поливаю его оставшимся маринадом, параллельно нарезая огурцы с помидорами. Вот-вот, мы наконец поедим. Спустя час вся еда была готова. Я гляделся, но нигде не обнаружил товарища. Долго он собирался шататься. Окликнул его пару раз, чтобы он наконец понял, что пора идти обратно. А пока снял с шампура первый кусок и без раздумий закинул его в рот. Сочный и насыщенный вкус разливался по всему организму, доводя до мурашек. «Макс, дуй сюда уже!» – окликнул я его второй раз. Мой голос отскакивал от деревьев и эхом отдалялся. Ответа не слышалось. Надеясь, что на запах не придут дикие животные, он пошел по тому же маршруту искать друга. Его следы были хорошо видны на влажной земле близ реки. По ним я шел почти десять минут, пока не наткнулся на стоявшего с длинной палкой в руках Макса, который смотрел себе под ноги. «Ты по грибы пошел? У нас сейчас все сожрут, пока мы ходим тут!» С нотой подкола в голосе я приблизился к нему. «Гляди!» – ткнул он палкой в что-то твердое. Посмотрев туда, я увидел большой кусок горной породы, почти целиком утонувшей в земле. Он был тут очень давно, судя по большому количеству мха на нем. «Макс, это называется камень, такие в лесах встречаются!» – хлопнул я его по плечу, улыбнувшись. «Ну посмотри, какой он огромный! Такой только с горы мог свалиться, а гор в округе нет нигде. Сейчас нет, мало ли как тут раньше было, когда он появился. Пошли уже!» Не придав значения его находке, я развернулся и побрел обратно. Макс тоже, наконец, оторвал взгляд от булыжника, двинувшись следом. Он пытается найти смысл во всем, что его окружает, даже в камнях под ногами. Такое часто случается с человеком во время переломного момента его жизни. Надо быть с ним мягче. Когда мы вернулись, все было на местах. Я вздохнул с облегчением, нарисовав себе в голове, как какая-нибудь леса уже лакомится нашими трудами. Мы принялись трапезничать, рассказывая истории жизни и вспоминая детские годы. Наш импровизированный стол, представляющий собой покрывало на траве, постепенно пустел, а вот животы наполнялись. «Ты так мне не объяснил, раз такой умный, как кусок скалы может появиться в глухом лесу посреди равнин?» Все не унимался Макс, крутя в руках шампур. «Давай, рассказывай! Мне реально тебе уроки проводить?» Удивился я его настырности, думая, что он уже забыл о своей глупой находке. «Иди к черту, сам догадаешься, еще я буду камни обсуждать. Давай, может, еще песок обсудим?» Товарищ замолчал, но я видел, что он продолжает думать на эту тему, углубляясь в свои теории. «Это остаток древних народов!» Вдруг выпалил он. Хлебая в это время заваренный чай, я едва не подавился со смеху. «Ты археолог? Да пошли, сходим туда еще раз, тебе в лом!» Как баран, уперся маг, встав на ноги. «Давай, лентяй, потопали!» Поняв, что проще утолить его любопытство, я сдался и согласился. Мы свернули все съестное и закинули в машину, чтобы звери точно до него не добрались, а затем пошли к прямоугольному камню. Макс долго крутился вокруг него, подкапывал руками, тыкал палкой и прыгал сверху. На его дурачество я смотрел со стороны, крутя у виска. На фоне стрессов у кого-то потекла крыша. «Это что-то монолитное», — сделал очевидный вывод, детально изучая находку. «Да ладно, скажи еще, что инопланетное!» «А может и так». После такого заявления я еще больше удивился странностью мыслей товарища, но он поманил меня рукой и показал, что смог отколоть кусок от булыжника. Внутри тот был темно-синий и покрытый странными узорами, похожими на те, как ей встречаются на дисках и чипах в современной технике. «Фига!» Тут уже даже я удивился. Теперь было совершенно очевидно, что эта громадина не просто камень, скорее всего это какой-то редкий минерал. Мы не ученые, точно не знаем, но Макс вдохновился своей находкой, загоревшись желанием продолжить любительские исследования. «Я сфоткал это! Пошли еще подобные камни поищем!» — предложил он. «Да пошли уж!» — вздохнул я, разогнувшись. «Надеюсь, эта дрянь хоть не радиоактивная, а то ты и меня, и себя погубишь!» «Не бубни!» И мы отправились дальше, не отходя далеко от русла реки. Я надеялся, что через час азарт товарища пройдет, и мы успеем вернуться до темноты. Солнце уже клонилось к горизонту. Лес был пуст, в какой-то момент я поймал его тишину, осознав, что даже птицы не поют. В прошлогодней листве никто не шуршит, из-за этого становилось некомфортно. Но Макс не обращал внимания, он уверенно шел вперед, прощупывая полкой дорогу. Внезапно он встал, а я чуть не врезался в его спину. «Что такое?» «Шшш!» Он стоял неподвижно, приставив палец к губам. Я замолк, пытаясь понять его поведение. Через пару секунд мне удалось что-то услышать, какой-то гул постепенно нарастал. Вначале я подумал, что у меня начался звон в ушах от подступающей со всех сторон тишины, но Макс тоже это слышал. Звук доносился сверху и будто бы пульсировал, становясь то громче, то тише. Отдаленно это напоминало шум самолета, но затем гул начал резко усиливаться. Несознательно мы оба поняли, что что-то не так, став крутить головами и искать причину звука. Затем он прекратился, окончивший сильным грохотом, будто где-то рядом с нами что-то взорвалось. По земле пробежала вибрация. Я смотрел на Макса выпученными глазами, тот пялился на меня в ответ. С неба что-то упало, догадался он. Пошли глянем, это там было. Грохот исходил именно с той стороны, куда мы и шли. Желание Максима продолжить маршрут меня даже слегка взбесило. Я взял его за футболку и еле удержался, чтобы не дать подзатыльник. Ты больной? Мало ли что это! Глухой лес – не лучшее место для любопытства. Мой отчаявшийся в жизни друг, видимо, еще не осознавал это, а потому искренне не понимал, почему я так хватаюсь за идею вернуться к палаткам и машине. А если там пожар начался? Убеждал он меня. Мы хоть потушить попробуем, вызовем кого-то. Ты видишь дым? Спросил я, надеясь, что сейчас он увидит, что никакого дыма нет, а следовательно, нет и пожара. Но он был, его стало хорошо видно, ведь он поднялся выше деревьев, пока что его было немного. Бегом! Макс сорвался с места. Как мы тушить-то будем? Побежав за ним, я искал глазами что-то похожее на чашки или ведра. Люди ведь постоянно оставляют в лесу мусор разного рода, сколько их ни учи. В этот раз забытая цивилизация вещь могла бы спасти природу. Но пока мы бежали, ничего кроме помятых пластиковых бутылок не нашли. Как оказалось, даже они бы не понадобились. Перед нами предстал неглубокий и сравнительно небольшой кратер. Увидев, что его создало, Максим схватился за голову. В самом низу валялся и еще был горячим прямоугольный булыжник, расколотый на две части от удара. Только чудом он не поджег валявшиеся вокруг деревья. Это все метеориты, Санек! Ликовал друг. А почему их тут так много? Хватая воздух ртом после длительного бега, я соображал туго, но сразу заметил эту странность. Прошлый метеорит тут, видимо, давно, а вот этот совсем свежий. Сколько тут еще таких? Чем их так тянет сюда? Внезапно Макс прыгнул прямо в центр только что остывшего кратера. Я даже не успел крикнуть, как он уже был там. Ты придурок? Вылезай! Смотри, он пустой внутри. Тыкая в космический обломок палкой, Макс не обращал внимания на мое возмущение. Слушай, мы за такие находки можем неплохие деньги получить, популярными станем. У меня не было уже сил злиться на него. Подав руку, я помог выбраться. Макс стал набирать какой-то номер на телефоне, но затем бросил это дело, когда увидел отсутствующую мобильную связь. Да, в этой глуши можно о технике забыть. Да успокойся ты, давай уже заночуем здесь, а утром поедем рассказывать о находке миру. Ну, предложил я. Хотя, мне кажется, такое заметили не только мы. Но нашли первыми нам и лавры. Кивнул товарищ и наконец согласился двинуться назад. Я выдохнул с облегчением. Знаешь, после расставания у тебя слегка потекла крыша. Все-таки сказал я то, что хотел оставить при себе. Не забывайся, хорошо? Будь аккуратнее. Максим ничего не ответил. Молчать, когда говорят неприятную правду, его яркая фишка. Но если он молчит, значит услышал меня. От лагеря мы ушли далеко и вернулись аж к сумеркам. Чудом заметили мою черную машину, которая была заметна только благодаря синему накрытию, защищающему стекло от шишек и прочего. Вновь развели костер. Продвижающийся огол сверху. Вдруг меня осенило. Вот что мы слышали, когда только приехали. Это тоже был метеорит, а не какой-то гром. Надо будет рассказать Максиму. Чем-то это место особенное. Оно как магнит и тянет к себе космические тела. Хоть бы одно такое не свалилось прямо на наш лагерь, пока мы спим. Несмотря на бурные размышления, я словно отключился, ведь давно мне не приходилось столько ходить и бегать. Жужжащие снаружи комары не могли добраться до меня. Я стал просыпаться только когда солнечный свет уже проникал сквозь оранжевую ткань палатки. Нащупал рукой телефон, глянул на время и сначала совершенно не понял, что увидел. Экран показывал час ночи, но светло было так, будто уже девять утра. Но светло было так, будто уже девять утра. Я стал спешно расстегивать молнию, дабы убедиться, что время показывается неправильное, но в последний момент все потемнело. На улице царит ночь. Это меня еще больше шокировало. Часы не врали, тогда откуда был свет? Увы, я не мог понять, что это было. Ночной лес выглядел совершенно обычно. На небе висела луна в окружении звезд. Где-то вдали встревожены пели хищные птицы. Макс, ты видел? Подошел я к его палатке, надеясь, что мне все-таки показалось. Изнутри не слышалось никаких звуков. Он что, даже не проснулся от вспышки? «Макс, вставай, тут что-то происходит!» Сказал я уже намного громче, слегка пнув палатку. И даже так реакция не последовала. Заглянув внутрь, я осознал, что моего товарища нет. Он пропал. Макс? Оглянулся я вокруг, надеясь, что он где-то рядом. Куда можно было пойти посреди ночи? Может, в туалет? Но тогда бы он отозвался. Я повторил его имя еще раз, крича не сильно громко, будто подсознательно боясь, что меня может услышать кто-то еще. Странный силуэт шоркал в мою сторону, дерганной походкой, иногда ударяясь об деревья. Я пошатнулся, не сразу разглядев в незнакомце черты пропавшего друга. Свет ручного фонарика осветил его нахмурившееся злое лицо перед тем, как он прикрыл его рукой. «Где ты ходишь?» Заорал я на него, облившись холодным потом. От страха у меня чуть все органы не поменялись местами. Это ж надо было ночью свалить куда-то в чащу в одиночку. Макс не ответил. Он как будто сначала не заметил меня, наклоняясь к своей палатке. Даже свет фонаря его не отвлекал. Но затем, когда я подошел к нему, он повернул голову в мою сторону. «Ты почему не спишь?» Макс мне сразу показался странным. Он не выглядел сонным, но тупил, как будто его контузило. Как он мог не заметить вспышку света, я себе даже не представляю. Может, соврал? Я вполне предполагаю такое, что именно эта вспышка и заставила его покинуть наш лагерь. Но почему он не хочет мне ничего говорить? В любом случае, сейчас я от него ответов не допрошусь. Он засел в своей палатке. Я вздохнул, посветил в разные стороны фонарем и, надеясь, никого больше не разглядеть. Скорее бы утро. Как-то мне совсем неуютно тут теперь. Желания ложиться спать уже не было. Особенно в незащищенной ничем палатке, изнутри которой не видно, что творится вокруг. Я пошел в машину, залез на водительское сидение и откинул голову назад. Надеясь, что тут мне станет спокойнее. Стал медленно засыпать, проваливаясь в тревожный сон. Ощущение уязвимости преследовало меня даже там. Я чувствовал себя на ладони у чего-то большого и сильного. У чего-то, что я даже осознать не могу. По земле вновь прошла вибрация, заставив разлепить глаза. Я поморгал и стал смотреть сквозь лобовое стекло на наш лагерь. Вибрация продолжала чувствоваться. Из машины было хорошо видно, какой беспокойной стала Рика. По ней пошли небольшие волны. Это что, землетрясение? Так, все, мы убираемся отсюда. Тут происходит что-то ненормальное. Я уже открыл дверь, как вдруг остановился, увидев далеко в лесу странное свечение. Можно было подумать, что это яркая звезда, но свет был слишком низко. Его желтый пучок полз прямо по земле. От деревьев в разные стороны тянулись тени. Необъяснимое свечение двигалось со скоростью животного. Боже, что это? Надо было забирать Макса. Мало ли, эта штука опасна. Я выбежал на улицу и стал тихо будить его, но опять не обнаружил товарища в палатке. Он что, с ума сошел? Где его опять носит? Пучок света стал слегка ярче, я понял, что он приближается. Макс, бегом в машину! Крикнул во все горло, я надеясь, что он где-то недалеко и слышит меня. Но когда я сиганул за руль, его все еще нигде не было. Повернув ключ, я осознал, что аккумулятор накрылся. Еще этого не хватало. Мне понадобилось попыток пять, чтобы бросить затею завести машину. К этому времени странный свет был уже в метрах сто от лагеря. Я понял, что мне надо бежать. Выпрыгнул из машины и кинулся, куда глаза глядят. От света приближающегося существа было хорошо видно все препятствия. Но чем дольше я бежал, тем меньше видел перед собой. Кажется, мне удавалось оторваться. Вскоре я бежал уже в полной темноте. Тонкие ветки били мне по лицу и рукам, ноги цепляли за камни и вылезшие из земли корни. Затем ногам стало холодно и мокро. Я оказался в реке, случайно зайдя в нее почти по колено. Пришлось вылезти обратно и слегка сменить курс. Ноги хлюпали, на них налипала грязь, свечение оставалось далеко позади. Но я все еще видел, как оно гуляло среди гущей растительности, кружилось вокруг нашего лагеря, а затем оно просто потухло, как догоревшая спичка. В округе стало еще темнее. Я растерялся, сбавив темп. Куда делся Макс? Надеюсь, он тоже убежал. Нам надо как-то найти друг друга. Да уж, вот эту задачу я себе поставил. Мне стало холодно, ноги медленно высыхали, дабы отдышаться, я сел под одной из деревьев, дав себе отдохнуть. Из-за паники я даже не взял фонарик или телефон. Они так и остались в машине. Я не имею с собой абсолютно ничего, что досадно. Стоило ли мне пытаться вернуться? Попробовать завести машину? Найти Макса? Если бы он захотел найти меня, то пошел бы к лагерю. Тогда и мне стоит сделать так же. Выдохнув и набравшись смелости, я медленно встал и, вытянув руки вперед, пошел по направлению, которое мне показалось верным. Река – мой главный ориентир. Нельзя отходить от нее далеко. Радует, что глаза постепенно привыкают к темноте. Я начинаю видеть очертания деревьев до того, как касаюсь их руками. Параллельно тому, чтобы пытаться идти тише, я слушаю окружающий звук. Я желаю услышать, как рядом крадется какой-то напуганный Макс, но понимаю, что любой шорох меня напугает. Лес будто бы омертвел. Даже ветер притих. Это место теперь кажется гиблым и абсолютно небезопасным. Как же хочется узнать, что все вокруг является страшным кошмаром. Хочется проснуться в своей кровати и увидеть в окне живой город. Никогда не думал, что одиночество может так напугать. Я стал видеть наши палатки, они были уже совсем близко. Да дрожжи боялся, что желтый свет вновь где-то вспыхнет. Я так и не понял, что за маленькая звезда преследовала меня. Но был почти уверен, что если бы она меня догнала, мне бы это не понравилось. «Макс, ты тут?» Шепотом спросил я, засев рядом с лагерем. «Макс!» Резкие шаги позади едва не заставили сердце лопнуть. Рука схватила мое плечо и на миг перед глазами стало еще темнее, чем было. Это была рука товарища. Каменным лицом он смотрел на меня, не выражая эмоций. «Господи, я даже не думал найти тебя!» С облегчением слегка расслабился я, а затем рассердился. «Где тебя носило, а?» «Я был недалеко», – пустым голосом ответил друг. «Он был все таким же странным, каким я видел его в последний момент. Будто бы ударился головой или много выпил. Алкоголя у нас с собой не было ни капли. «Надо валить срочно, тут бесовщина творится!» Говорил я, толкнув его в ногу, чтобы он тоже присел, а не стоял столбом. «Машина не заводится, но можно попробовать еще раз». «Машина не заводится», – глупо повторил друг. «Я знаю!» «Ты тоже пытался?» «Черт, и что делать? Разве что пешком идти? Рано или поздно куда-то выйдем!» Сидя возле лагеря, мы думали, как выбраться из передряги. Вернее, думал только я. От Макса была польза, как от пня. Это начало меня настораживать. «Очнись уже! Мы подохнуть можем, понимаешь? Что с тобой?» Он не ответил. Блеск его глаз выглядел неестественно ярко, словно как у кошки. «Макс, ты меня начинаешь пугать!» Я стал отодвигаться от него, когда почувствовал неладное. «Мы должны идти!» Поднялся тот, как ни в чем не бывало, пошел вдоль реки. «Только не туда! Там же эти осколки космические!» Поколебался я тоже, встав и отряхнувшись. Вдруг все из-за них. «Пойдем!» Сказал он, не обернувшись. «Нет, я туда не ногой!» Прошлая вспышка света пришла в наш лагерь именно оттуда. И сейчас Макс ведет меня в ту сторону. Но уж нет. «Я с тобой никуда не пойду!» Я сжал кулаки и сильно напрягся, готовясь вновь кинуться в бег или драку. Товарищ развернулся, подобно живой статуе. «Нет, это не тот же человек, с которым я приехал сюда. Кто это такой?» Внезапно он начал открывать рот. Это получилось у него так широко, что даже я услышал хруст челюсти. Внезапно он начал открывать рот. Это получилось у него так широко, что даже я услышал хруст челюстей. Затем он стал помогать руками, беспощадно уродуя свое лицо, пока я не начал видеть в его глотке поднимающийся уже знакомый свет. Это был призыв к действию. Я вновь сорвался с места и кинулся бежать. Боже, сколько же мурышек пробежало по моему телу! Я был так близка к смерти! Свет за спиной становился все ярче и ярче, в какой-то момент я начал бояться, что уже не убегу. Но сердце колотилось так сильно, что пульсация отдавалась прямо в голову. Ноги не останавливались, бежали сами собой, перепрыгивая мелкие препятствия. В погоне не было времени думать, я дал волю своему инстинкту самосохранения и просто хватал воздух ртом, чтобы легкие не порвались. Внезапно появившаяся впереди ветка окончила мой побег. Я столкнулся с ней прямо лбом и тут же повалился на землю, почувствовав, что чуть не вырубился от такого удара. Мозг изнутри застучал по черепу. Ноги и руки отнялись. Я мог только смотреть вверх и видеть, что желтое свечение приближается. Мне было страшно. Это конец? Что вот так произойдет моя смерть? Из глаз потекли слезы и из носа кровь. Я отключился. Чирикающие птицы пробудили из глубокой отключки тем, что летали прямо над головой. Первым делом я увидел, что все еще жив. У меня уже не было надежды на то, что смогу проснуться. Голова болела и пульсировала. Она казалась такой же тяжелой, что сначала я не был уверен, что смогу оторвать ее от земли. Между ночными событиями и этим моментом как будто бы не прошло и минуты. Крепко же я приложился. Все-таки сумев встать, опираясь на погнутое дерево, я посмотрел в сторону лагеря. Все вроде бы нормально. Вокруг обычный лес. Поют птицы, дует ветер, колышутся листья. Но внутри еще сидело чувство, будто я в ловушке. От сильной боли в голове хотелось выйти. Я шел вроде бы в правильном направлении, но что-то мне казалось не так. Довольно быстро я осознал, что не понимаю, где нахожусь. Тут же рядом была река. Там в десяти минутах ходьбы стояла моя машина и две палатки. Где все это? Вновь покрывшись мурашками, я стал судорожно оглядываться. Не помню этих мест. Я не был здесь. Где я? Полчаса ходьбы не вывели меня в знакомые локации. Мне стало совершенно очевидно, что я в новом для себя месте и попал сюда, пока был без сознания. Господи, как же мне хочется, чтобы все это прекратилось. Я уже успел тысячу раз пожалеть, что пригласил Макса выехать на природу. Одно меня сейчас радовало до безумия. Все было спокойно. Никаких вибраций под землей, шумов с неба, падающих метеоритов, и адских свечений. Никакой угрозы. Перед глазами невольно нарисовалась картина, как желтый свет вылез из тела Макса. Я запомнил все краски этого ужаса. Свечение пролезло по горлу товарища и стало высовываться через его широко открытый рот. Будто было не волнами и частицами, а чем-то материальным и твердым. Оно рвало моего друга изнутри. Я не хочу знать, что случилось с бедолагой. Просто надеюсь, что ничего подобного не произойдет со мной. Мне становилось голодно. Я один в неизвестной части леса и страх, ненадолго покинувший разум, возвращается. Было принято решение просто идти вперед. Идти и молиться, что я выйду к чему-то знакомому. Так прошел час, за ним протянулся второй. От голода уже кружится голова, и ноги вяло волокутся по земле, спотыкаясь от корня. Впереди я вижу что-то необычное. Это было ржавое, давно заброшенное авто без стекол и дверей, которые валялись рядом. Дорогая тачка. Такие не выбрасывают. Я подошел ближе к ней. Конечно же, не надеясь найти владельца, но все-таки он был здесь. Лежал в салоне, крепко схватившись за руль мертвой хваткой. Он тут уже давно. От него даже нет запаха гнили. Это был мужчина, судя по старой, изорванной одежде, на костях темные следы, будто от глубоких ожогов. И челюсть ломана. Мне стало дурно. Я отошел от машины подальше, жалея, что увидел это. В салоне могло быть что-то, что способно помочь. Нож, карта, спички. Но лезть туда я даже не думал. Если еще раз увижу тело, сойду с ума. Мне правда кажется, что я на волоске от безумия. Как можно не потерять голову, пережив такую ночь? В общем, я пошел дальше, оставив все как есть. Машина гнила вдоль склона, который был довольно высок. Идя рядом с ним, я быстро увидел новую. Вторая была подешевле, но валялась на боку так же давно. Я боялся заглянуть в салон. Рядом с ней было сломано дерево. Сопоставив этот факт, я догадался, что сверху может быть дорога, с которой слетели все эти несчастные. Мне надо туда. Холм был крутым, я с большим трудом лез на него, опираясь на гибкие стволы молодых деревьев. Когда моих сил больше не было, я увидел, что почти дополз. Да, я был прав, тут проходит дорога. Прямо рядом с обрывом, куда улетели незадачливые водители. Я ведь знаю это место. Мы вчера ехали тут с Максом как раз в ту сторону, куда прямо сейчас иду. У меня сразу же появилось желание развернуться. Я отдам все, чтобы вновь не оказаться там. Я сел и закрыл лицо руками. Так бы и сидел, если бы не увидел в небе что-то странное. В начале мне показалось, что это летит самолет. Характерный след оставался за черным маленьким объектом, но он следовал не прямо, а вниз под небольшим углом. Стоило ему приблизиться к земле, как уже хорошо знакомый гул разнесся на огромные расстояния. Объект влетел в густую темно-зеленую гущу, по земле прошла дрожь. В том месте я увидел вспышку желтого цвета, и сердце мое застучало быстрее. Я побежал по дороге в обратном направлении. Надо же было нам именно там лагерь поставить. Решили бы остановиться хотя бы на километр ближе к дороге, были бы оба живы и здоровы. Теперь Максонет, он так и остался там. А я каким-то чудом очутился так далеко, хотя точно не мог пробежать такого расстояния вчера ночью. Кислород в моих легких кончался, солнце пригревало сверху и раскаляло асфальт, заставляя меня чувствовать себя сосиской на сковородке. Я остановился, жадно дыша, обернулся и не увидел ничего странного. Это меня немного успокоило. Позволил себе двигаться медленнее, пошел по противоположному краю дороги, где есть тень от свисающих деревьев. Кроме меня не было никого вокруг, ни единой машины. По правде сказать, еще когда мы с Максом ехали на природу, то уже тогда заметили отсутствие людей, но не придали этому значения. Как понимаю сейчас, зря. За спиной что-то опять задрожало. Я медленно обернулся и свалился на пятую точку, став отползать подальше от дороги. Над деревьями в том месте, когда в последний раз упал метеор, начало подниматься что-то огромное, создавая грохот. Оно имело идентичную форму и внешность, как у камней, которые находил и тыкал полкой Макс, но по размеру являлось в сотню раз больше. Под ним, утопая в тени этой махины, в гуще я видел желтые свечения. Их было много, около несколько десятков. Звук, похожий на рев большого животного, едва ли не оглушил меня. Каменная глыба, невообразимым образом, висящая в воздухе, стала направляться прямо в мою сторону. Не уверен, что она двигалась именно ко мне, но тогда я ясно понял, что вновь нахожусь в смертельной опасности. Мне опять пришлось бежать, в груди все болело, давящее ощущение дошло прямо до горла. В глазах становилось темнее, но я бежал так быстро, как только мог, понимая, что от этой штуки убежать не в состоянии. Но стоять и смотреть, как она плывет по воздуху, не было желания. В какой-то момент тень от гигантского объекта уже настигла меня. Я не придумал ничего лучшего, кроме как залезть на ближайшее дерево и молиться. Вцепившись в ствол ногтями, я поднялся настолько высоко, насколько смог, засев в желтеющей кроне. Космический камень навис прямо над моей головой. Я боялся поднять взгляд, но не мог этого не сделать. Маленькие обломки породы и пыль летели наверх вместе с сухой грязью и обломками кустов. Затем на дорогу вылетели прибывшие из леса желтые огни. Тогда я окончательно убедился, что не жилец. Они хаотично двигались по дороге, как напуганные муравьи, сбивая друг друга и, видимо, соревнуясь, кто быстрее. Острая и жгучая боль внезапно пронзила мою грудь. В моменте стало настолько больно, что я невольно рожал пальцы и мертвым грузом свалился с веток, застонав. Агония нарастала. У меня будто была изжога, но невероятно сильная. Жар подступал к горлу. Я рефлекторно стал открывать рот, будто меня сейчас тошнит, и увидел, что начинаю светиться. Мне казалось, что от шока я просто потеряю сознание. Я даже надеялся на это, рассчитывая, что так смерть будет не настолько ужасной. Но обморок не приходил. Я просто терпел эту муку, пока желтый огонек, что был намного меньше всех остальных, не вылез из меня, погнавшись за общей яркой толпой. И после этого мне сразу стало легче. Все лицо было в слюнях, а роты губы обожжены. Кажется, мне повезло, если это можно так назвать. Рой света двигался дальше, не обращая внимания на полуживое тело, двигая строго под своим кораблем. Даже когда мне стало легче, и не верил, что пережила там, продолжив валяться рядом с дорогой с зажмуренными глазами и выть. Все кончилось, это стало ясно только когда камень почти полностью скрылся за холмами. Только тогда мне хватило смелости подняться на ноги. Жутко хотелось воды. Как быть, я не знаю, я уже совсем не понимаю, что происходит. Мне много раз казалось, что это просто кошмар, что ничего подобного в реальной жизни невозможно. Но каждый раз я открывал глаза и видел эту плавящуюся под солнцем дорогу, слышал ужасающие гулы, осознавал, понимал, что нахожусь в эпицентре. Спустя еще какое-то время я нашел в себе силы двигаться дальше. Мне уже не верилось, что я выберусь отсюда, как вдруг сзади услышал гул мотора. Мимо меня ехала машина, сбавив скорость. Увидев потрепанного бедолагу, авто съехало на обочину. Я поковылял к боковому окну и увидел, что внутри сидят мужчина с женщиной, смотревшие на меня, как на ужас воплоти. Я настолько паршиво выгляжу. Молодой человек, вам нужна помощь, опомнила женщина, глянув на своего мужа, а потом на меня. Вам плохо? Заберите меня, пожалуйста, я хочу пить. Уже едва ли не падая на колени, молил я. Садитесь назад, я открою вам дверь. Меня впустили на заднее сиденье. Женщина протянула маленькую бутылочку воды, которую я сразу же схватил и стала сушать. Из-за обожженного горла жидкость мне показалась кипятком. Что с вами произошло? Едем обратно. Туда дальше нельзя. Там опасно. Слова с большим нежеланием состыковывались в предложении. Еще сложнее было эти предложения выговорить, ведь языка я вовсе не чувствовал, а произносить звуки было больно. Да мне даже дышать было больно. Только потому, что они видели мои ожоги и общую потрепанной семейная пара не посчитала меня сумасшедшим и не выгнала из машины. Объясните нормально, почему туда нельзя ехать? Спросил мужчина, внимательно прожигая меня взглядом. Я не знал, как объяснить им то, что тут произошло. Они не видели огромный камень в небе, ведь ехали с другой стороны. Как назло, с неба не сыпались метеоры. Мне нечем было доказать тутошнюю опасность. Я просто надеялся. Дальше опасно. Это были мои последние слова. Видимо, поняв, что теперь я в безопасности, тело решило сдаться и отключиться. Я свалился на бок и больше ничего не помнил. Когда проснулся, в глаза светили маленьким, но до более ярким фонариком. Белая маска на лице мужчины дала мне понять, что я в больнице. Полость рта в ожогах и язвах. Язык почти до тла сожжен. Он как будто огонь проглотил. Надо проверить желудок. Врачи говорили друг с другом, еще не поняв, что я пришел в сознание. Попытавшись что-то сказать, я понял, что большую часть лица мне перебинтовали. Вы помните, как вас зовут? Наконец, заметив шевеление моих глаз, доктор стал задавать простые вопросы. Помните, что с вами случилось? Я кивал, потому что больше ничего делать не мог. Мне предстоял долгий курс реабилитации. Едой через трубочку, затем пюре и каши. Я провел в больнице больше месяца. Потом меня каким-то чудом нашли родители, и они объяснили врачам, кто я и откуда. К их прибытию я уже мог говорить, но делал это так ужасно, что почти все они понимали, о чем речь. Приходилось писать на планшете предложения и показывать их. Я рассказал все. Рассказал, что случилось со мной и Максом. Рассказал об огромном булыжнике в небе и ярких огнях. Мне не верили. Никто больше не заметил всего этого. Кажется, я слышу, как врачи говорят, что после сотрясения мозга я слаб в умственном развитии. А не считаешь, что я сошел с ума? Нет, это не так. Пожалуйста, поверьте мне. Это все правда было. Я не мог остаться единственным свидетелем. Не мог. Реальность говорила обратное. Ни одного видео, записи со спутников, рассказы очевидцев. Единственное, что нашли искатели, поверившие мне, когда я стал популярным благодаря своим историям, это тела Макса. Вернее, то, что от него осталось. Мне не позволили увидеть его. Но рассказали, что все выше поясницы было сожжено до углей, хотя в округе признаков пожара не обнаружено. И даже так мне никто не поверил, либо не хотели верить. Я стал городским сумасшедшим, от которого шарахались люди. Шрамы на лице и неспособность внятно говорить напоминают мне о тех двух днях, которые изменили все. Они напоминают и о друге, чье любопытство в конце концов загубило наши судьбы. Главный герой стал городским сумасшедшим. Я думаю, если бы вам рассказали данную историю, кто-то из близких или еще кто-то, скорее всего, вы так же бы не поверили, просто подумали бы, что у него проблемы с кукухой. Ну а если вы дослушали историю до самого конца, поставьте эмоди или смайлик звезды, так мы узнаем, сколько нас дослушавших историю до самого конца. Услышимся в следующей интересной истории.